Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаб топор или же? Тенданданы Эльвира Америкович. У каждого человека своё понимание счастья. Для меня самое главное счастье – это собственное здоровье и здоровье моих близких и родных. Вы все уже знаете, что здоровье не купишь никакими деньгами. Сколько было уже таких случаев, когда очень-очень богатые люди заболевали той или иной болезнью, и их богатство, их деньги не помогло. Поэтому, когда мы здоровы, это уже 50% счастья. И сегодня я хочу поговорить о здоровье. Хочу сказать, что я очень благодарна Господу Богу и своим родителям. Скажу так, что я, как обычно, в своей жизни не жаловалась никогда на своё здоровье. Если я ходила в больницу, то только к зубным врачам и к женским врачам, когда мне это было необходимо – рожать своих детей. К сожалению, 2017 год для меня был несколько таким неожиданным и не совсем приятным по отношению к моему здоровью. Я вдруг перестала чувствовать, а вернее, начались у меня боли в руках вот запястья. И пальцы тоже так же начали плохо двигаться. И также левая ступня. Я не могла встать. В общем, тяжело было очень двигаться. Конечно, это для меня было очень удивительно, что со мной происходит. Рассказываю это я для того, чтобы, если вдруг у кого-то из вас такие же проблемы, как у меня, то, послушав меня, вы, может быть, что-то почерпнёте для себя хорошее, для вашего здоровья. Так вот, после того, как у меня начались боли в ногах и в руках, то есть я даже не могла держать вилку, это было для меня что-то такое очень ужасное. Я, конечно, обратилась к врачу, к семейному. Он посмотрел, проверил меня и направил меня к специалисту. К специалисту, который, в общем, был по неврологическим заболеваниям. Тот посмотрел, сделали мы несколько анализов, и он мне говорит, Эльвира, это не по моей специализации. Я говорю, а что мне делать теперь? И он меня тут спрашивает, твоя мама когда-нибудь болела ревматоидным артритом? И меня тут, знаете, настолько удивило, потому что я помню руки своей мамы, насколько кости у неё выпирали, и ей было очень тяжело двигаться руками, ногами. Я говорю, да, она болела ревматоидным артритом. Конечно, сегодня, если мама была жива, я, естественно, помогла бы ей своими советами. Тогда этот доктор, он просто сказал, что я не могу тебе дать какие-то специальные медикаменты, потому что ты, говорит, всё равно должна идти к специалисту. Я тебе дам только медикаменты, которые помогут тебе вообще жить, ну, двигаться по стойку, по скольку. Он просто сказал, что если он выпишет мне медикаменты, это заглушит своего рода болезнь, и специалисту будет тяжело поставить настоящий диагноз. Он, в общем, решил, что это у меня ревматоидный артрит. И я, прождав целый месяц, а потому что специалист не был доступен, пошла к доктору-ревматологу. И после всех анализов, после того, как он меня обследовал, он мне поставил вот диагноз ревматоидный артрит. В первую очередь, он мне выписал фолиевую кислоту. Также он мне выписал витамин D. И также он мне выписал болеутоляющие стероидные таблетки, которые, я скажу, просто меня удивили, потому что вот руки и ноги у меня болели в течение двух месяцев. А после того, как я вот эту вот стероидную таблетку начала принимать, у меня боли, знаете, как рукой сняла. Даже и он мне дал, значит, маленькую-маленькую дозу, выписывал эти все лекарства и сказал мне, как это поднимать, значит, дозу день за днем, неделя за неделей. Вот. И да, улучшение я сразу же почувствовала, потому что я стала ходячая, я стала опять работать дома. Муж даже, честно сказать, удивился, когда он вернулся домой после работы, а я дома убралась, все сделала. Он говорит, девчонки приходили? Я говорю, нет, это я сама. А как, говорит, так? Я говорю, а вот так вот. Я говорю, после этих стероидных таблеток я начала двигаться. Принимала я эти стероидные таблетки в течение месяца, а после одного месяца лечения дома у меня снова был прием у роматолога. Но я хочу сказать, что после одного месяца у меня пошли побочные эти эффекты. А быть точнее, кто смотрел у меня видео «Язык и культура», хочу сказать, что у меня «Джанкин и джанк» начало расти. Одним словом, я от этих стероидных таблеток начала прибавлять в весе. Безусловно, мне это очень сильно не понравилось. Я всегда была стройна, а тут по состоянию здоровья я начала набирать вес. И когда я пришла снова к врачу-ревматологу после месяца, я ему сказала об этом. И он мне сказал, что ты хочешь, я говорю, а можно без этих стероидных таблеток? А как говорит насчет боли? Ну, я ему сказала, что я, в общем-то, буду принимать, может быть, какие-то другие таблетки, которые будут помогать мне, в общем, жить без этих боли в суставах, вот, с пальцами. И тогда он мне сказал, что просто так я не могу вот бросить, поэтому нужно просто дозу уменьшать потихоньку-потихоньку целый месяц и в конце концов прекратить полностью принимать вот эти стероидные таблетки. Но в один прекрасный день я пошла в Walmart и проходила как раз вот в фармацевтический отдел. И там у нас продают самые-самые разные витамины. И тут я пригляделась, я просто удивилась, думаю, ну, надо же, сам Господь Бог меня сюда прислал. Я нашла вот это вот Turmeric Curcumin. Это куркума. И продают вот эту вот куркуму витамины. Вот в таких вот капсулах. Я, конечно, уже смотрела цены в России. Это дороговато, но у нас где-то 100, где-то около 11 долларов, по-моему, я уж точно не помню. И здесь 250 капсул. 500 миллиграммов. Одним словом, вы знаете, после того, как я вот начала принимать вот эту вот куркуму, я скажу, что мое состояние намного улучшилось. я думаю, что вы можете найти альтернативу, то есть просто пойти на органах и вот купить вот это вот специи, куркуму, и добавлять как специю в любые блюда, также принимать как чай. Ну, в общем, можете найти много хорошей информации в интернете. Конечно, нужно быть очень осторожным. мы все очень разные. Одному помогает, другим нет. Но я вам вот рассказываю свой собственный опыт. И теперь уже вот несколько лет я принимаю куркуму, витамин D и фолиевую кислоту. Таким образом, мне вот эти вот витамины, они помогают мне дальше жить и радоваться жизни. Естественно, я вяжу, таким образом тоже я делаю упражнения, играю на своем баяне. Это тоже помогает мне. Естественно, только потому, что у меня болят кости. Ну, куда денешься? Вот. Их нужно все равно разрабатывать. Нужно просто двигаться. Но спасибо Господу Богу. и одним словом, я со своей болезнью договорилась. Я очень надеюсь, что моя сегодняшняя информация, возможно, будет кому-то полезна. вот. Поверьте, витамин D или же фолиевая кислота, или же та же самая куркума, она, в принципе, вреда не наделает вашему здоровью. И, возможно, вы уже об этом уже слышали. Поэтому, дорогие мои, будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих, и будьте счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Тын данный Эльвира Америка Гачин, Лиза Тажа Дапиолан. Кеша вузалтан Огл вузалт СМН Каналышка Лайком Шандаш Идамон Кот За Комментом Дорогие Друзья, Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комменты и будьте счастливы. Пока.